Первый докладчик у нас Юлия Ашаева. Это будет мини-доклад о терминах в тестировании, чем отличается QA от QC и можно ли называть QA инженеров-тестировщики. Так, Юлия, подключайтесь к нам. Давайте. Я так понимаю, надо кран дешевле, да? Да, да, да. Сейчас. Ну, вот. У меня вопрос, у меня все это получилось, я надеюсь? Да, 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 мы видим ваш экран. Все. Ну, что же. Значит, на самом деле мой доклад будет больше про профессии тестирования, то есть, собственно, какие бывают тестировщики, а о месте тестировщиков в процессе разработки. Значит, если мы будем говорить о самой разработке, то бывает несколько методологий основные. Это вот у нас водопадная модель и модели гибких разработок, там Agile. И место тестировщика, оно, вот я здесь указала стрелочками, есть на, фактически на входе, то есть на этапе разработки, общения с заказчиком, на разработке интерфейсов дизайна и уже на заключительном этапе на тестирование готового, готовой сборки и на поддержке продукта. Если мы будем говорить про гибкие разработки, то у нас гибкая разработка продукта, это несколько циклов. Каждый цикл содержит тоже несколько, то есть там участвуют тестировщики. Обязательно есть тестировщики, которые общаются с заказчиками, выясняют какие-то дополнительные требования. Вот здесь описывают интерфейсы, тоже они вместе с дизайнерами. И уже после того, как очередная версия сборки на очередном спринте у нас получилась, мы ее тестируем. И когда у нас в итоге получается уже готовый продукт, совсем готовый, мы, тестировщики тоже, они остаются в каком-то виде в команде сопровождения. То есть они обязательно потом, если возникают какие-то ошибки, участвуют в локализации и в исправлении этих ошибок. Теперь, что такое, собственно, тестирование продукта? Одно из определений – это тестирование продукта, это проверка соответствия требований, осуществляемая путем наблюдения за программой в специальных искусственно созданных условиях. Но тут можно еще добавить на специальным образом отобранных значениях. То есть не на всех возможных, а на именно каким-то специально выбранных, то есть определенным образом. Ключевое слово здесь – проверка. Если мы вспомним описание нашего участия, тестировщиков в разработке, то первый включается как раз бизнес-аналитик. То есть этот человек, который общается с заказчиком, пытается понять, чего заказчик хочет, и в результате его работы у нас получается из неких идей, из неких, грубо говоря, слов и желаний, вполне формализованный документ, бизнес-требований к продукту. Технические знания, конечно, желательны, но они не являются очень сильно обязательными. То есть это человек, который должен обладать аналитическим складом ума, и он должен обладать знаниями бизнес-логики, знаниями того, как происходит бизнес у заказчика. То есть для него важнее как раз эта часть. Вот этот документ, который получается на выходе от бизнес-аналитика, он поступает к системному аналитику, который имеет технические знания, общается уже с командой разработки, и очень часто он предлагает уже какие-то конкретные решения. И описывает, как тут написано, высокоуровневые требования. На выходе получается техническое задание. Это очень важная часть работы, потому что имея правильно написанное техническое задание, непротиворечивые требования, команда разработки уже дальше может что-то с ними делать. Дальше идет, получает техническое задание аналитик требований и описывает уже с помощью этого, на базе этого задания, тех задания, он пишет пользовательские истории, пишет критерии и пишет уже более детальное описание того, чего требуется сделать. Собственно, процесс тестирования происходит таким образом. У нас идет некоторое планирование, то есть мы планируем, что мы будем тестировать на данном этапе. После этого у нас идет конкретная разработка тестов, в том числе идет тест-дизайн. Он подразумевает специальный набор значений, которые мы будем использовать. Допустим, мы тестируем некую форму с какими-то полями. В эти поля надо прописать какие-то значения, мы не можем прописывать их совершенно произвольным образом, мы должны подумать. Вот это как раз происходит здесь. Потом вот эти готовые тесты, скрипты вместе с данными тестовыми передаются на выполнение. После этого мы получаем некие результаты выполнения этих тестов. Допустим, они у нас анализируются. И на базе того, что мы увидели, мы либо заводим баги, либо говорим, что у нас все прекрасно, и мы переходим к следующему этапу планирования. То есть, это у нас процесс тестирования такой. Давайте посмотрим теперь на… Очень часто в связи с профессией тестировщика у нас встречаются такие понятия, как QA, QC и тестер, ну или тестировщик. Что делает тестировщик? Его область ответственности, она очень маленькая. И очень часто эти профессии, кстати, область ответственности, они вот описываются с помощью вот таких концентрических кругов. Если мы вернемся к предыдущему слайду, вот смотрите, тестировщик, он, собственно, делает то, что здесь написано в блоке выполнения. То есть, он получает некие готовые тесты, получает готовые тестовые данные и просто прогоняет тесты. То есть, его область ответственности – это выполнить. Область ответственности товарища с профессией обеспечения контроля качества – это QC. Это разработка тестов. Сейчас есть субботник идет. Разработка тестов, анализ результатов. В том числе, может быть, и планирование, на самом деле, равно как и для обеспечения качества. Но в чем здесь есть разница? Если контроль качества можно сравнить с хирургом, то есть, человек, который видит проблему, он ее фиксит, то есть, ну, воспалился аппендицит, он его отрезает, грубо говоря. А то человек, который отвечает за обеспечение качества, quality assurance, он – это человек, который, я не знаю, как это сказать, но, наверное, предупреждение заболевания. То есть, мне трудно сказать, как это на языке врачей. Вот это человек, который делает все, чтобы не случилось. То есть, он обеспечивает. Да, точно, спасибо, именно это слово. То есть, на самом деле, если мы посмотрим, то другой взгляд на эту область ответственности, он может быть вот такой. То есть, тестировщик, он просто проходит скрипты. Человек, который отвечает за контроль качества, он может планировать, он может заниматься тест-дизайном, подготавливать, он может заниматься анализом тестов, а человек, который обеспечивает качество, он выстраивает процессы так, чтобы у нас не возникало ошибок. То есть, он как раз занимается профилактикой. И поскольку, ну, в том числе, он может заниматься и выполнением скриптов, то есть, какая-то часть у них пересекается ответственности. Вот. Какой может быть старт карьеры сейчас? Ситуация с профессией тестировщика на данный момент у нас в России, по крайней мере. Следующее. У нас нет университетов или каких-то вузов, или даже специальных учебных заведений, которые готовят конкретно тестировщиков. Поэтому здесь либо это какие-то курсы, онлайн курсы есть, оффлайн курсы есть, стажировки и самообразование. То есть, на крайний случай, если вы не считаете для себя возможным пойти на какие-то курсы, берете книжечки и читаете. С книжечками есть проблема. То есть, есть часть книг, которые не переведены на русский, но, тем не менее, они считаются каноническими. И, вот, поэтому, что потребуется? Потребуется знание английского языка. Желательно также какие-то технические навыки. Здесь больше даже речь про обучаемость и про аналитический склад ума. То есть, человек может быть гуманитарием, да, но иметь при этом еще и аналитический склад ума в том числе. То есть, мне такие люди известны. То есть, кроме этого, чтобы быть тестировщиком, ну, тестировщиком, это я сейчас имею в виду, в общем, в таком глобальном смысле, чтобы заниматься тестированием, например, необходимо иметь такое богатое достаточно воображение, внимательность, усидчивость, здоровую такую долю перфекционизма. Не надо быть абсолютным перфекционистом, потому что вы замучаетесь сами, замучаете всех вокруг. То есть, надо понимать, что в какой момент можно остановиться, в какой момент нужно все же, наоборот, дожимать и требовать, чтобы все было выполнено. Вот. И главное, надо иметь желание бороться за счастье пользователя, поскольку именно это является целью работы тестировщика. Потому что часто говорят, что это самый последний барьер между разработчиками и пользователями. То есть, именно после тестировщиков у нас сборка выходит, ну, грубо говоря, в релиз. То есть, они говорят можно или они говорят нельзя менеджеру. Вот. Ну, я готова отвечать на вопросы, если они есть. Да, спасибо. Давайте поаплодируем Юлии. Спасибо. Да, давайте. Вот. А теперь можно задавать вопросы, если они есть. Да. Есть вопрос, можно? Да, конечно. Да, да, конечно. Юлия, как вы считаете, вот сейчас среди IT-компаний и небольших, и в том числе и больших, очень распространены agile методологии, которые во многом требуют, ну, такой совместной работы над проектированием продукта. Вот. Насколько актуальна профессия тестировщика, который у вас был на слайде вот в маленьком кружке, то есть, тут не то, что QC или Quality Assurance, а именно тестировщика, да, задачи которого довольно узкие, вот в рамках этой новой парадигмы, куда большинство сейчас разработчиков компаний стремится? Ну, на самом деле сейчас ситуация вообще в общем, она складывается следующим образом, вот по моим наблюдениям. И вообще вот то, что я и раньше читала и видела, на самом деле очень мало тестировщиков на проекте, и поэтому этим людям приходится выполнять сразу очень много функций. То есть, то, что они тестировщики, это не означает, что им не приходится писать наборы вот этих вот тестов, скриптов, что они не составляют. Они пишут, они составляют тестовые данные, они занимаются тест-дизайном, они общаются с заказчиком, задают вопросы, получают ответы, пишут прототипы. Этим занимаются одни и те же люди. То есть, поскольку у нас, ну, как правило, не хватает тестировщиков на самом деле, и почему-то вот иногда заказчики, ну, намеренно они, видимо, ну, не очень понимают или не считают необходимым как бы увеличивать количество тестировщиков. Можно, Юля, можно я дополню тебя немножко? Тут на самом деле очень сильно зависит от размера компании и от того, насколько в компании есть возможность выделять различные роли. То есть, вот когда я работала в очень крупной компании, там тестировщик занимался вот тем, что ты говоришь, и только тестированием и более ничем, да, вот, а отдельно выделенные аналитики занимались вот как раз там написанием требований, были бизнес-аналитики и так далее. То есть, вот, хотелось, я, Леша, сейчас на твой вопрос ответим, просто хотелось здесь еще в этом накладе сделать некий акцент на то, что если вы заходите в профессию тестировщик, надо понимать, что вы можете оказаться в итоге и бизнес-аналитиком, и аналитиком продукта, и кем угодно, смотря куда вас по итогу занесет. То есть, это не только там вручную кнопочки нажимать, да, там, стирая пальцы. Если у вас достаточно хороший кругозор и желание, например, вклад ума и так далее, вы можете, на самом деле, очень далеко продвинуться вплоть там до CTO, там, SEO и кого угодно практически, если еще технический бэкграунд есть. Вот, что касается, что касается именно вот ручных тестировщиков, то, на мой взгляд, да, их роль начнет потихонечку снижаться, потому что все равно очень многие вещи тестируются, сейчас автоматически. Вот, например, мы недавно говорили, что все классно, но глазами нужно смотреть, например, верстку, нужно глазами смотреть там цвета, еще что-то. Вот буквально в этом году мы на курсах для студентов прикрутили автоматическую проверку, значит, верстки сравнения с макетом, и там просто запускается сборка кода, делаются скриншоты автоматически, сравниваются с макетом, и человеку выдается, что у него там, допустим, более чем столько-то процентов отклонения, значит, там верстка не соответствует, иди смотри, что там у тебя не так. Ну, то есть уже и это тоже не обязательно глазами смотреть. И такие приложения, на самом деле, они уже были так лет пять, наверное, уже. Года четыре точно разрабатываются. Да, вот здесь есть в чате вопрос от Андрея тоже, простите, если тестировщиков не хватает, почему же нам так тяжело устроиться? Вот здесь вот тонкий момент, то есть не хватает как раз тех, кто не просто тестировщики, как раз тех, кто аналитики, кто в состоянии с заказчиком пообщаться, причем на английском языке. А представьте себе, насколько хорошо тестировщику или аналитику, или человеку, который совмещает вот эти роли в себе, нужно знать английский для того, чтобы общаться с клиентом. Ведь он будет общаться не совсем на техническом языке. Ему нужен гораздо более широкий словарный запас, чем просто вот для разработчика, который там знает основные термины и несколько глаголов там, да. Здесь нет, здесь тебе нужно разговаривать о пользователях, об их потребностях, о какой-то предметной области, тебе нужно в этом разбираться. И вот таких людей очень сильно не хватает. А джуны, которые пытаются устроиться, они зачастую такими качествами не обладают. И даже потенциала, возможно, у них на это нету по итогам собеседования. То есть, ну, грубо говоря, если человек совсем не знает английского, ты просто представляешь себе, сколько тебе в него надо будет вложить для того, чтобы его доучить до этого уровня. И думаешь, что, может быть, лучше взять того, кто английский уже знает, а еще, может быть, программируется. Доучить его до тестировщика. Да, и доучить его до тестировщика, потому что это будет сильно проще, чем там наоборот. Вот, поэтому нужно сильно смотреть, что там за джуны. То есть, тестирование – это не просто такая вот тупенькая обезьянья работа, которая только в этом заключается. Там ого-го, как надо иметь развитое мышление там и так далее. Юлия, так вот вопрос. Вы не могли бы вот озвучить порог, возможно, я поздно присоединился, порог хождения для автотестера? То есть, если человек подошел, хочет идти на автотестера, то какими необходимыми знаниями он должен обладать? И вот второй момент. Я тут, наверное, а не в пику, но я немножко скажу, что абсолютно отказаться от функциональщика как бы сложно. Автотестеры, на самом деле, они решают часть проблем, но они же, как бы, условно говоря, как бы создают немножко их. Обыкновенный пример, который случился вот на этой неделе, возникла ситуация, при которой, ну, как, соответственно, берем какую-то архитектуру микросервисную, мы накормили в сервисе сто пятьсот таких автотестах всякого всякого типа, возникает ситуация, при которой автотестер, допустим, либо уходит, или объемы возрастают. И автотесты входят как один из этапов CI-CD. И что получается? Автотестер выпадает, функциональщик тоже выпадает, а тесты падают. В итоге блокируется разработка. Ну, это из таких вот моментов. Разработчикам приходится влазивать на это автотесты. Ну, тут, поэтому, я не знаю, решает ли проблема все автотестирование. Ну, давайте я про автотесты. Можно я два слова скажу? Виталь, мы тут недавно пришли к выводу, что, возможно, автотесты вообще надо писать разработчикам. А, вот так, да? Нет, на самом деле, тестировщики-то согласны с этим вообще-то. Я такие утверждения слышала года четыре как раз на Кодфесте. Заставьте разработчиков писать юнит-тесты. Не, юнит-тесты не вопрос. Не, не, не юнит, Юля, не юнит. Не юнит, интеграционные тоже. Ну, это тоже. А там как бы шаг-то вот не такой большой от одного до другого. Ну, да. Ну, я согласна, Виталь, что вот ручной тестировщик – это последний рубеж обороны. И он не должен исчезнуть совсем, это правда. Но количество их, то есть, понимаешь, баланс. Вот сколько должно быть в проекте, допустим, у тебя там большой проект, там десятки людей работают. Вот какое распределение, кого больше ручных или тех, кто технически может. Я просто наблюдала, когда-то очень давно, в одной из компаний, не буду называть, наблюдала, как работают ручные тестировщики. Просто постояла за спиной и посмотрела. То есть, вот 90% их работы можно было заменить на скрипт. Но они сами этого не видели, к сожалению. То есть, они там что-то запускали какой-то процесс, появлялся где-то файлик. Они шли, этот файлик руками куда-то копировали, там, значит, что-то еще запускалось. Они там шли, потом еще что-то такое смотрели. Ну, то есть, там скрипт прям просился. Но им никто это не помогал делать, и они продолжали. Вот их сидело 10 человек, и они продолжали за дня в день вот так вот в туху и это делать. А если бы скрипт написали, можно было бы одному человеку сидеть, ну, там, в двум крайнем случае, и заниматься совсем другим, а не тем, что должна делать машина. То есть, их все равно должно быть постепенно меньше вот этих ручных тестировщиков, но они должны быть обязательно, потому что действительно в любой момент автоматика может где-то отказать, и быстро прибегает человек, и все спасает. Ну, Юля, как ты считаешь, Аня, спасибо, я понял, согласен абсолютно. Вот порог вхождения автотестера. Да, я записала и поэтому помню. Смотрите, порог вхождения для автотестера, именно автотестера, знание языка программирования. Сейчас основные из языков – это языки, в общем, для которых есть имплементация Selenium, потому что автотесты – это либо API, либо это проверка UI. UI – это Selenium. То есть, это языки Java, сейчас есть на C Sharp, по-моему, если я не вру, то .NET. То есть, должен быть нормальный, такой хороший язык программирования. Сейчас на JavaScript очень много автотестов пишут. То есть, вот у нас на проекте на одном есть протрактор. Там сейчас есть возник Cypress, если я правильно произношу. То есть, знание языка программирования на каком-то уровне, хотя бы базовое – это обязательно. То есть, умение писать код, видимо… Юль, можно я тебя дополню? На самом деле, базовых знаний уже давно не хватает. Когда автоматизированные тесты превращаются в огромный проект, когда их там становятся сотни, опять встает вот этот вопрос организации кода, переиспользования кода, и мы приплываем вот ровно в то самое, чем занимаются и разработчики. То есть, по последним моим мыслям на эту тему, кажется, что тестировщик-автоматизатор, который вот прям серьезный такой, сеньор, он уже программист ничуть не хуже, чем разработчик, на самом деле. То есть, он должен уметь все то же самое, и правильно код организовать, и ООП там, не ООП, неважно. То есть, как там правильно все это делать. И тот же Solid, Пресловутый и все остальные вещи, они приобретают ровно то же самое значение, как и в коде. Потому что иначе все тесты превращаются в помойку, и пользоваться этим невозможно. Именно по этой причине мы ужесточаем порог на входе для тестировщиков, что они обязательно должны уметь программировать, и при этом не просто там написать скриптик на 10 строчек, а нормальный проект написать, чтобы они понимали, что такое организация кода, переиспользование, там, ООП и все. Да, это я согласна, да. Так, ну у нас время уже подходит к концу для вопросов. А можно еще один? Он маленький. Давайте. В общем, такая ситуация, вот, скажем, пролез баг, ну какой-то критичный баг на продакшн. Начинается разбор полетов, большой босс вызывает менеджера, разработчика и тестировщика, ну, кей инженера, вот. И ищет виноватого, кто допустил, что баг пролез на продакшн. Эти двое кивают на разработчика, мол, это ж ты сделал баг. Разработчик говорит, ну, у меня не было времени. Ну и потом, вот, тестировщик же сидит, почему он не поймал баг? Ну, а менеджер, собственно, сами понимаете. Вот, как разруливается правильно такая ситуация. Ну, я так понимаю, что вопрос на самом деле не ко мне, а вопрос скорее к Ане. Она гораздо более грамотно, мне кажется, это ответит на этот вопрос. В этой ситуации не надо искать, мне кажется, виноватого, надо исправить баг. Проблема, да, в постановке вопроса, не важно, кто виноват, важно, что делать. А что еще сделать так, чтобы больше такого не было? То есть, на мой взгляд, если большой босс ставит вопрос, кто виноват, он уже ошибся, по-моему, в начале. Это вопрос к боссу, скорее даже. Да, да, да. То есть, по-хорошему, по-хорошему, здесь вопрос должен ставиться по-другому. То есть, кто, ну, что нужно сделать, чтобы в следующий раз это не возникло. То есть, сначала гасим пожар этот, а потом разбираемся, как это предотвратить. Ну, вообще, я вам тут такую тоже сейчас вброшу, разработчики сейчас вздрогнут, возможно. Я еще из тех времен, и Коля тоже, и тут, возможно, еще присутствуют подобные люди, которые когда-то писали код без тестировщиков вообще. Ну, то есть, в наши обязанности входило написать код, который работает. И как бы не было никакого крайнего, который за нас должен там все проверить, и который отвечает за качество продукта. Мы отвечали за качество продукта, и за нами была Москва, ну, то есть, там как бы отступать было некуда. Если бак, то это ты, и все. Вот. Поэтому сейчас я наблюдаю некоторую расслабленность среди разработчиков. Причем иногда не наших, то есть, нам приходится работать иногда с иностранными командами. Вместе сейчас Юля заплачет. Я уже плачу, потому что я плачу полгода. То есть, есть иностранные разработчики, с которыми нам приходится в одной команде работать. И Кристина тоже улыбается, она тоже в той же команде работает. Она не улыбается, это у нее смех сквозь, в смысле, слезы, да. Да, да, да. То есть, там ситуация такова, что ребята просто вообще не парятся проверять, что они сделали. Ну, то есть, совсем. Они просто скидывают все на тестировщиков и считают, что они не должны вообще проверять, как работает код. И вот этот тренд заметен. Хочется призыв такой к разработчикам. Ребята, первый тестировщик своего продукта все-таки вы. Старайтесь как-то поменьше, вот. Ну, то есть, тестировщик может поймать что-то неочевидное. Может быть, где-то регрессия высточит или еще что-то. Ну, хотя бы тот кусок, который вы писали, ну, протестируйте его нормально. Вы тоже можете тестировать негативные сценарии. Вы тоже можете проверять, а что будет, если у меня база отвалилась. Будет у меня там нормальное исключение вообще информативное или нет. А если у меня там связи нет, например, между серверами, что будет. То есть, вот такие вещи хотя бы элементарно проверять, потому что, ну, представляете себе цикл, да? Я там запушил, потом тестировщик пошел проверил, потратив там, не знаю, полчаса. Потом он пошел оформил баг. Потом этот баг пошел там по инстанциям гулять. Это потерянные часы, хотя разработчик мог потратить там 10-15 минут на то, чтобы нормально проверить. Я еще могу добавить, что если разработчик сам вдруг пишет себе задачу и не описывает, что должно быть сделано, то возникает вопрос о коммуникации, пойти к нему и спросить, что же здесь проверять. Потом через полдня он, наконец, напишет, что здесь проверять надо. И вот дальше, да, дальше работа такая, какую Аня описала. Ну, да, еще бывает, что не читают требования. То есть аналитики старались, все расписали, все случаи указали, а разработчик говорит, ну, я туда не смотрел, как бы все же понятно, вот я посмотрел на макет, все сделал. Ой, мама. Ну, и вот по поводу самого главного вопроса, который тут еще был озвучен, кто виноват. Кто виноват. Лично на нашем проекте, я считаю, в какой-то степени виноват заказчик, потому что невозможно сделать то, а тот объем работы, который рассчитан, допустим, на четырех человек, а работает, ну, полтора, грубо говоря. И понятно, что в этой ситуации пропускаться баги будут. Может такое быть. Ну, это я так, все. Ладно, давай уже. Заказчик чуть-чуть в другом виноват, то, что он решил, что можно набрать каких-то странных людей из разных стран на проект, и все это будет командой. Это, вот начнем с этого, ладно, все, давай. Да, я согласна. Закончим на это. Это уже так, внутренние эти. Нет, это, наверное, что тема для отдельного доклада, похоже. Очень интересного. Ну, ладно. Спасибо. Да, спасибо, Юля, спасибо всем за вопрос. Давайте еще раз поаплодируем. Можно включить микрофон и это сделать. Спасибо. 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 Спасибо.